Я хотел бы про Камилу. И вообще, можете вообще, ну вот хоть что-то, что можно и вообще, как это и что это? Да, знаете, я в голове у себя перелистывала возможные варианты, вопросы. Если бы когда-нибудь, вот правда, вот, во-первых, я бы хотела бы посадить всех участников процесса, детектор лжи, потому что я хочу знать правду, я хочу знать, откуда это взялось, что это вообще, почему, как. Так, у меня столько вопросов, и я думаю, что, наверное, на них никогда не получу ответа, надо как-то с этим жить. У меня самый простой вопрос. Как условно нечистый спортсмен попал на Олимпиаду вообще? Каким образом? Да, вот у меня вот этот вопрос. Значит, смотрите, когда едут команды, Америки, Канада, Япония, вообще неважно, какая команда, едут команды на Олимпиаду, президент Федерации фигурного катания той страны или другой страны, во-первых, у нас нет доступа в их личные кабинеты, вот эти вот, в которых они там заполняют или сдают анализы эти свои, но мы точно знаем, что если они допущены до Олимпиады, они все чистые. Если они туда приехали, они получают вот этот вот паспорт олимпийца, они все чистые. Дальше любой, там, это будет Америка, Канада, когда они там решают, кто у них принимает участие в команде, можно выбрать любого спортсмена. Это держится в секрете, потому что... Стратегически, да. Стратегически, да, потому что, допустим, если мы узнаем, что американская команда вставляет не из своих самых сильных, может, мы тоже не пойдем с козырей. Ну, то есть, как бы, поскольку никто не знает, все пытаются зайти с козырей сразу или вот... Ну, потому что ты же не знаешь, кто там у них будет, кого они поставят. Поставят они Нейтан Чена или не поставят его? Ты же не знаешь, вот и вот гадают, и все там в любой команде так. Ну, какая разница? Но эти все спортсмены чистые. Точка. Как так получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Олимпиаду? То есть, теоретически, она могла, теоретически, или он, неважно кто, сдать уже анализ после своего проката, и постфактум они могли сказать, да, он приехал чистым, но вот здесь, на Олимпиаде... Ну, подождите, она после чемпионата России на Европе сдавала, и там пришел анализ, он чистый, потом она еще раз сдавала, и он чистый, потом она на Олимпиаде после короткой программы, и там ее еще потом возьмут, она везде чистая. У меня вопрос, если у них висел тот анализ, каким образом они ее допустили до Олимпиады, значит, они должны были чего угодно сделать, чтобы перепроверить его, чтобы он был готов. Они не должны были такого спортсмена пускать в Олимпийскую деревню уже. Ну, не должны были. Ну, почему это произошло? То есть я, например, лично мое мнение, я считаю, что рассмотрение командной медали вообще не должно быть. Это чья ошибка, что этот спортсмен участвовал в команде? Чья это ошибка? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистый? Да. Каким образом она оказалась? Вопросы, кому? Квадо, кому? Я даже не знаю, кому? К лабораториям? Вот пусть они тогда, значит, печатают новую медаль или что хотят, делают. Я не знаю, это их вина. Это не вина команды абсолютно, потому что мы имели спортсмена, он должен был быть чистый, он откатался. На этом старте он был чистый, медаль не должна быть пересмотрена. Не должна быть просто. Это понятно. Это мое мнение. Дальше. Допустим, скажи они о результатах, о том, что там у нее нечистый допинг был на Чемпионате России. Второго, третьего, четвертого, пятого. Укаталась бы Аня и Саша. Все. И результат команды был бы точно такой же. Конечно. Да, они бы тоже выиграли бы. А вы вообще знали, что что-то было на Чемпионате России, какой-то был не тот? Вы вообще ничего не знали? Нет, я знаю, что у меня все спортсмены, естественно, это всегда Чемпионат России, первая тройка призеров, обязательно, обязательно допинг-тест. И кого-то могут еще там взять, неважно кого-то, кого-то из хвоста. Но допинг-тест обязательно тем, кто едут на все эти этапы. Первая тройка, это вообще обязательно, и вообще на всех соревнованиях первая тройка, как правило, обязательно. Первая точно, но на Чемпионате России первая тройка обязательно. У меня моя дочка, Диана с Глебом попали, они стали вторые. И они не были еще в пуле. Их тут же, им было пришло уведомление, что они должны в этот пул записаться, это же там не так легко, это еще нужно авторизацию пройти. До декабря какого-то числа, и там прямо уведомление, что до 28-го, по-моему, они должны были авторизоваться. И уже 4 января в 5 утра у нас уже звонок в дверь, допинг-офицеры пришли, и они еще приходили, потому что до Олимпиады они должны были пройти 3 допинг-теста, и они должны были быть чистыми. Почему? И все спортсмены, кто участвовали на Чемпионате России, там у всех все пришло. Почему здесь он висел? Вот как вы отреагировали, когда вообще это узнали? Как реагировала Камила, которая 15 лет, и которая... Ну вот давайте вам историю тогда расскажу. Значит, у меня там не только девочки, у меня и пары катались. И мальчик катался за Грузию к Морисской Талашвили. И тренировки, там еще нужно было доехать от этой Олимпийской деревни, 40 минут на автобусе, 10 минут до автобуса дойти, еще все эти тесты пройти, там нужно прикладывать, чтобы еще такая зеленая галка сработала. Ну, в общем, неважно, такой день расписан туда-сюда. Ты даже не успеваешь ни поесть, ничего. И я приезжаю с одной тренировки, у меня буквально где-то час времени мне ехать на вторую тренировку. Мне звонит, ну там из Федерации, мне звонят, и такой голос очень строгий. Срочно зайди в штаб. Ну правда, я сейчас пойду вот в этот штаб, пока туда дойдешь, поднимешься, и время пройдет, у меня всего час. Я хотела быстренько хотя бы там чай попить. Ну что, что-то перекусить. Я сказала, ну нет, ну давай не сейчас, у меня сейчас совсем времени нет, срочно. И я пошла в этот штаб, поднимаюсь, первое, что я вижу, сидит Камила абсолютно вот бледного цвета, отекшая, заплаканная, 15 лет на тот момент. Да, я знаю. Вот, а у нас история с ней получилась какая. У нас абсолютно, это даже я как бы, я хочу, чтобы так происходило, их родители, чтобы с ними ездили везде. Ну вот везде, где можно, везде их сопровождали, их мамы. Потому что я не могу за них нести ответственность после соревнований, или даже вот там вечером они поели. Мне нужно, чтобы они пошли домой в номер отдыхать. Я не буду их сопровождать. Потому что если я буду их сопровождать, как я это делала с Юлей Лепницкой, начинают портиться взаимоотношения. Потому что начинаешь запрещать что-то, она тебе огрызается, дальше портятся взаимоотношения, это переливается уже в тренировочный процесс. Я не хочу влезать в эту, в их, так сказать, личную частную жизнь. Я хочу быть тренером на льду или где-то там, всё. Поэтому я практически требую, чтобы родители их сопровождали. Все соревнования, мама с ней ездила, с ними, со всеми родители ездили. И в Красноярске, они тоже как бы были аккредитованы там, и тоже проходили все эти тесты каждый день, как вот у нас там. Я что-то смотрю, тренировка началась, все ушли, мама сидит в раздевалке. Какая-то странная немножко, она вот так вот как-то завалилась. Я ещё думаю, ну зачем она тогда приехала сюда, если она вот как-то не идёт даже на лёд тренировку смотреть. Как оказалось, у неё коронавирус в тяжёлой форме. Она была госпитализирована в Красноярский госпиталь, где она там её даже попала в революционную палату. И какой-то период был очень тяжёлый у неё состояние. Я когда увидела Камилу, я всё время боялась спросить, как там. Она вроде так тихонечко спрашивала. Но она там, она же такая скромная, она как-то так отвечала тихо. И тут я увидела её вот это лицо, у меня первые мысли, что что-то не так. Что-то не так с мамой, не дай бог, а что ещё может быть? Вот потом мне начинают объяснять, что с ней уже здесь час допрос был по поводу допинга. Какого допинга и почему с ней час допрос с одной? Почему она защищённое лицо? Да, почему здесь её допрашивали, вот эти все там мужики сидели. Мне кажется, потому что даже когда нас потом, мы потом сели, и сидел Горшковгин Александр Георгиевич, мне казалось, что у него сейчас... Президент Федерации. Да, президент Федерации. Мне казалось, что у него сейчас сердце остановится, потому что он сидел бледный очень. Вот, и когда нам это сказали, я, честно, даже не поняла, что это за препарат, что это вообще, какой чемпионат России, как-то вот это всё. Дальше они говорят. Значит, поскольку вот у неё там допинг был, там обнаружен, её нужно сейчас срочно вывезти с Олимпийской деревни. А это же у нас пандемия, это закрытая Олимпиада. Куда вывезти? Куда её вывезти? Одну вот в таком состоянии. Я говорю, что значит, куда её вывезти в 15 лет? Они говорят, ну вот сейчас мы найдём какую-нибудь гостиницу, где её поселят. Я говорю, нет, нет, вот ты серьёзно? А кто будет за неё там отвечать? Что, как это её вот так вот взять и вывезти? Я говорю, нет, нет, вы её никуда не повезёте? Как угодно, значит, мы её оставим здесь. Дальше я попросила, чтобы поговорили и разрешили. Ну, они говорят, хорошо, через какое-то время они там обсуждают, соглашаются с тем, что мы её оставляем. И я прошу, хорошо, тогда можно, мы её будем с собой просто возить на тренировку, вот как бы привезли, вот она с нами в автобусе, она с нами где-то вот в зале, вот мы пошли на лёд, может быть, она осталась в зале или пошла там переоделась, но где-то с нами ездить, потому что её вот это состояние, меня оно тревожило. Это какая-то такая истерика, вот знаете, всё. Ну, можно понять, вернее, даже невозможно понять, что вообще в душе происходит. Вот, но нам сказали, что вначале там, вот это вот, олимпийская деревня, потом это автобус, как же так? Я говорю, ну а что, она же не преступница, ну ей 15 лет, куда? Вы готовы за неё взять ответственность за девочку? Она же не прокажённая в конце концов. Ну вы готовы за неё взять ответственность? Нет, мы там, никто, нет такого человека, который бы там за неё отвечал. Говорю, ну хорошо, самолётов нет, это же вот чартерные рейсы, которые будут, грубо говоря, ближайший рейс, по-моему, там как будто 16-го, что ли, только отходил. Ближайший наш чартерный рейс, который вывозил олимпийцев. Вот, мы договорились, что она может приходить в зал. Ну там сказали, что, не дай бог, она на лёд не выходила. Хорошо, она не будет выходить на лёд. Они там поставили охрану через каждые, типа, там, 5 метров, которые сопровождали. Я не знаю, ну, наверное. Которые там проверяли, чтобы, не дай бог, спортсменка, видимо, там не перепрыгнула через бортик, чтобы не выскочила на лёд, я не знаю. В этот момент я уже, в принципе, видела, что Камила уже даже в зале уже, ну, уже не такая, что ли, как бы звонкая. То есть вот этот стресс, вот это всё, и отсутствие уже какой-либо мотивации, уже в зале она помедленнее стала. Ну, просто мы её спросили. И вдруг говорят, что, знаете, там, хотят, чтобы она вышла на лёд, потому что там же эти медиа, СМИ, они же всё снимали, для них это тоже, видимо, важно. В общем, хотят, чтобы она вышла на лёд на тренировке, можно тренироваться. А я уже на тот момент не понимала, она вообще хочет уже тренироваться, потому что я уже видела в зале, что немножко мы уже не в форме. Вот. Ну, мы Камиле сказали, озвучили, что Камилу разрешили выйти на лёд. Я её пыталась настроить, чтобы она максимально, ну, пыталась получить удовольствие от нахождения на Олимпиаде. Мы на Олимпиаде, неизвестно. Неизвестно в тот момент я говорила, будет ли вторая Олимпиада у нас. Да, видите, у вас пророческие слова. Вот. И даже есть видео, где она катается, что-то падает, что-то делает, и она подъезжает, и вот тут на плече у меня плачет, и она мне говорит, я говорю, ну что? Она говорит, я не понимаю, что что... И говорит, я катаюсь и не понимаю, что я здесь делаю. Но это вот так и было уже. Она просто сама уже не понимала, вот ради чего она вот здесь. Вот эти все СМИ, которые её начинают уничтожать вопросами, издеваются над ней. И более того, много писали, как так, мы ребёнка бросили, вот там через медиазону, она пошла одна, и мы должны были её сопровождать. Это Олимпиада. У тренера аккредитация одни, мы можем здесь стоять и заходить оттуда. Там по зонам всё. У спортсмена выход со льда, и сразу вот зона идёт. Идут они через вот этот и проходят свои раздевалки, в которые мы там не можем зайти. Это Олимпиада. Здесь всё строго. Здесь нет такого, ты куда хочешь, там пошёл, и с кем хочешь, пошёл. Вот, это я уже увидя потом в видео, что она закрылась капюшоном, на следующий день сказала, чтобы её сопровождали. И там что-то придумали, её как-то сопровождали. А в первый день, в общем, да, она пошла на... Вот, а потом... Ну, как-то же вы её собрали на короткие. А потом нам вдруг сказали, что всё, её допускают до соревнований. Я говорю, и мы уже даже не понимали, но она уже и не готова, в общем-то. Она все эти дни ничего не катала, не прокатывала. Там же ты же держишь форму, ты на пике формы, она спускается очень быстро. А здесь вот этот стресс, отсутствие тренировок, и, в общем-то, мы уже даже её... Ну, как бы она даже в зал, то, что ходила, так она там маяла, маяла чего-то такое, там особо ничего не делала. Её допустили до соревнований. Но при этом... Камила мне показала в день произвольной программы, знаете, есть такое онлайн-табло, и внизу этого онлайн... Мне именно Камила сказала, ты, Рюрин, смотрите, там внизу было подписано так крупными буквами, что если Камила Валеева попадает в тройку призёров, награждения не будет. И вот у меня вопрос. Это обязательно было делать в онлайн-табло? Это нельзя было отдельно вот там где-то повесить или нам сообщить? Ну, или внутреннюю информацию. Да, ну, или как внутреннюю информацию пропустить. Это обязательно было делать вот так в онлайн-табло? Вот такое исключение? То есть, значит, вели как-то, это всё сделали, не поленились? Серьёзно? И я это прочитала, у меня аж ёкнуло. Вот так вот. Я не знаю, я бы на её месте не пошла вообще на лёд, наверное. Но, тем не менее, она была лидером после короткой программы, короткой, которая идеальна. Ну, она уже не идеальна. Нет, 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 нет. Она уже стопанула там. Там у неё как раз не те баллы были уже, но произвольно это всё-таки немножко другое. В моём понимании, дилетантском, Камила Валиева лучшая одиночница за всё время существования фигурного катания по всем компонентам. То есть по пышковому контенту, по эстетике, по вращениям, по природному таланту, обаянию, умению быть разной. То есть как бы... Ну, вы знаете как? Всё время задаётся вопрос, за что вот такому нечеловеческому таланту такие испытания, и причём мы не понимаем, да, как и вы, наверное, чем всё это в конце концов закончится, даже в плане, ну, и в её будущего как спортсменки? Ну, не знаю, даже... Я думаю, что это вообще, наверное, на неё повлияло, и на жизнь уже как-то, наверное, уже даже повлияло. Здесь уже не только у нас спорт не заканчивается, то есть жизнь не заканчивается, у нас на профессиональном спорте дальше-дальше. Я думаю, что как бы вообще это её очень изменило, потому что до этого это был такой искренний ребёнок. даже там, когда вот её допрашивали, я тоже её говорю, так, Камила, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы. Давай, а надо мне там... Ну, там вот этот... Значит, какой-то волонтёр её угостил мороженым, какая-то там массажистка Чекмарёва её угостила там липтон-чаем, кто-то там ещё её, чем-то там ещё. Я говорю, серьёзно? И ты вот это всё? И там ты мороженое съела, этот липтон-чай ты попила, и вот это всё происходило. Я говорю, Камила, она говорит, ну, я не знаю, я как-то вот там... Ну, вот так, мы учим, мы учим, но всё равно... Но она просто станет другой интегрированной, Ну, всё, я думаю, что больше у неё веры, наверное, никому нету. Я так думаю, что всё, на этом она изменилась. Ну, знаете как, вот мне кажется, что... А по поводу того, что она вот такая единственная, вот сейчас на меня там полетят эти тапки фанатов... Конечно, полетят, поэтому сказал я своё мнение. И Загитова, и, во-первых, вот эти все фан-группы... Ну, может быть, вам наоборот надо нас любить и уважать, тренерский коллектив, потому что мы вам создали тех, кого вы любили, любите... Обожаете или даже ненавидите. Какая разница? Неважно, вот... Вы дали эмоцию. Наверное, украсили вашу жизнь, там, какой-то отрезок жизни. Что же вот эта вот вся ненависть, откуда она? Глупость какая-то эта. Что касается Камилы Валиевой, мне кажется, сочетание... Всё, она универсальная спортсменка. Вот в ней столько сочетания всего, она красиво катается, то есть ты понимаешь, что поглощает площадку, скольжение у неё... Ну, вот она... Ну, одна из немногих. Вот Косторная красиво катается, это скольжение, оно... Скольжение очень трудно, вот бывает не дано, но вот не дано. Ну, генетическая история. Генетически, да, кто-то чувствует это, кто-то нет. У неё есть скольжение, она от природы растянутая, она от природы гибкая, она... При том, что обычно растянутые гибкие, они плохо прыгают. У неё прыжок, она владеет или владела тройным акселем и четверными, она красива, она чувствует музыку, она передаёт... Эмоции может передать. Конечно, она универсальна, в этом она исключительно. И я не знаю, будет ли ещё такая спортсменка, может быть, будут другие спортсмены, но такой спортсменки, я думаю, что... Ну, у нас не было, и, наверное, и не будет. Ну, наверное, сколько бы там кто-то не пытался пародировать или быть вторым Майкл Джексоном, тоже не будут. Есть такой спортсмен, был Язуру Ханью, я думаю, что такого тоже больше не будет. Ну, и Камила Валеева. То, что на неё выпало, вот то, что выпало, и то, что такая любовь, огромная любовь перескочила в какую-то ненависть, ну, к сожалению... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok,